С вами Ольга Пырочкина. У меня 15 минут, чтобы рассказать о деятельности депутатов Государственного Совета Чувашии. В эфире программа «Законодатели» и сегодня в выпуске. Первые итоги – мусорные реформы, как обстоят дела с вывозом отходов в районах республики. В память о выдающемся земляке. Представляете, сколько должно было вообще с течением обстоятельств произойти. И он стал известным архитектором. Режиссер из Санкт-Петербурга снимает фильм об архитекторе Чувашии Петре Егорове. Культурное наследие. В каком состоянии находятся наши памятники культуры и истории? В октябре исполнится год, как Чувашия перешла на новую систему обращения с коммунальными отходами. Как обстоят дела с контейнерными площадками в районах республики спустя это время, проверили депутаты Государственного Совета Чувашии. Чебоксарский район Шерчекосы. Контейнерных площадок здесь семь. По меркам деревни это очень хорошо. Строили по программе инициативного бюджетирования. Десятую часть стоимости оплатили сами жители. Так что проблема, куда складировать мусор, который должен вывозить региональный оператор, здесь решена. Однако вопросы у населения остались. Теперь вопрос. А как сбор платежей? Люди не возмущаются, платят? Ну, как? Возмущаются. Люди всегда возмущаются. Когда они расплачиваются, 1% берут за плату. Как бы это через Сбербанк? Комиссии берут. Комиссии берут. Как бы вот это беспроцентно сделать, вот обращаются. Платить без комиссии можно в представительствах регионального оператора. Пока не рассматривали, конечно, представительство в Чебоксарском районе, потому что, в принципе, горы Чебоксары находятся недалеко. Для тех, кто не хочет ехать в столицу или платить банку проценты, есть еще вариант. Оплачивать вывоз мусора через личный кабинет на сайте регоператора. Вторую по популярности жалобу селян озвучили в деревне Отлашево. Мусора они производят значительно меньше, чем заложено в нормативе. Значит, и конечная цена услуги должна быть меньше. Для жителей деревни это дороговато. Пусть не сможем, народ сжигает, еще на комскот уйдет. А вот деревню с городом надо будет где-то маленькая скидка что-то. Министр строительства Алексей Гриченко отметил, чтобы отрегулировать этот нюанс, сейчас идут замеры количества отходов, которые по факту производят население в городах и селах. Осталось получить цифры в зимнее время, и тогда норматив, вероятно, пересмотрят. По предварительным оценкам на 20%. В целом депутаты убедились в наличии контейнерных площадок. На сегодняшний день их организовали во всех 172 населенных пунктах республики. Правда, предстоит увеличить их количество, обеспечить контейнерами, а еще привести к определенному стандарту и нормам Санпина. Должно быть ограждение, подъезда и желательно крыша. В дождливую погоду вода не попадает, снег не заполняет контейнеры. Конечно, снег не будет, влага не будет, и вес будет совершен. Кстати, контейнеры двух цветов, синий и зеленый, установлены с расчетом на дальнейший переход на раздельный сбор. И это уже следующий этап. Его обсудили на заседании комитета в офисе регионального оператора. Конечно, это не простой вопрос, и здесь нужно заинтересовывать и население республики, и должны строиться перерабатывающие предприятия. В столице республики собирать мусор раздельно уже начали. Правда, пока в качестве эксперимента. Контейнеры для бумаги, стекла, пластик и металла установили в микрорайонах Новый город и университет. В ближайшее время такие баки должны появиться повсеместно. Чем меньше в отходах, которые пригодны для переработки пищевки и других инородных фракций, тем больше шансов, что мусор получит вторую жизнь. Состояние объектов культурного наследия. Это тема выездного заседания еще одного комитета госсовета. Красноярские чиновники случайно снесли объект культурного наследия. Новость с таким заголовком дали 23 сентября ведущие информагентства страны. Чтобы таких случаев не происходило, еще в мае Владимир Путин заявил о необходимости провести ревизию правил использования объектов культурного наследия. Он призвал сделать их проще и эффективнее, но без вреда для памятников. Как с этим обстоят дела в нашей республике, проверили члены постоянного комитета госсовета по социальной политике и национальным вопросам. Первая остановка – Чувашский государственный художественный музей. Он расположен в особняке купца Ефремова 1911 года постройки по улице Константина Иванова. Сейчас здание на реконструкции. Первый дом в стиле модерн в Чебоксарах, и он единственный в Чебоксарах. Среди чебоксарцев это здание больше известно как дом, где все окна разной формы. И это стало серьезной трудностью для подрядчиков. Исполнитель молодец, подрядчик. Мы вошли во все образцы, которые были, окно сняли, поэтому образцы готовы деревянные окна и внутренние поставили. То есть исторический облик не нарушен. На реконструкцию этого памятника истории и культуры о федеральном значении к столетию Чувашской автономии деньги выделили из федерального и республиканского бюджетов. Закончить фасад должны уже в этом году. Следующая точка – дом купца Казьмы Кадамцева. Вернее, его копия. В 1979 году особняк начала 18 века попал в зону затопления. Тогда его разобрали и блоками перенесли на нынешнее место. В 1996 году по чертежам здание восстановил уже новый собственник. Но, увы, планировка и внутренний интерьер здания памятника культурного наследия не сохранились. Дом снаружи соответствует полностью. Старые частижи у нас в госцентре хранятся. Заседание комитета провели в еще одном памятнике культуры и истории. Здание первого в Поволжье центра по борьбе с инфекционным заболеванием глаз Страхомой. Его построили в 1937 году в стиле позднего конструктивизма. В годы войны здесь разместили в ОК-госпиталь. Сейчас здание отдано Институту усовершенствования врачей. Все здания, в которых побывали депутаты – примеры удачного использования памятников истории и культуры. Однако и проблемных объектов с таким статусом в республике еще много. Если территорию Чуварской республики взять, то на сегодняшний день 676 объектов культурного наследия. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов культурного наследия – это первейшая, основная задача для государства, в том числе для правительства Чуварской республики. Сейчас специалисты завершили инвентаризацию объектов. Введено в государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Из 676 объектов культурного наследия включено 606 памятников, что составляет почти 90%. По данной работе мы находимся в числе 20 лучших регионов России. Объектам, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, предстоит найти собственника или арендатора. Для вторых, предусмотрены особые условия. В свою очередь, арендаторы должны будут за свой счет восстановить исторический облик здания. Поинтересовались депутаты судьбой так называемого Старого дома правительства или ранее Дома Советов на площади Ленина. Работа по его реконструкции должна начаться в следующем году. Сейчас проект проходит культурно-историческую экспертизу. Петр Егорович Егоров. Почему в сквере у Чуваш-Граждан проекта стоит его бюст, а чем вообще знаменит этот человек, сейчас знает очень небольшое количество людей. Исправить ситуацию должен фильм, который сейчас про нашего выдающегося земляка снимает режиссер из Санкт-Петербурга. С творческой группой встретились депутаты Государственного совета Чуваши. 1787 год. В Петербурге заканчивается строительство храма Рождества Христова на песках по проекту Петра Егорова. Он же спроектировал мраморный дворец на Неве и множество других знаменитых зданий. Принимал участие в создании ограда летнего сада. А еще он наш земляк. Правда, напоминает об этом лишь скромный бюст в сквере у Чуваш-Граждан проекта в Чебоксарах, на который, как показал опрос, горожане особого внимания не обращают. Прослов застали. Не помните. Какой бюст, да? Нет. Архитектора. Не помните, чем знаменитый? Да. Он учился в Санкт-Петербургском университете на градостроительстве. Кто это? Да. Кто это? Архитектор. Архитектор. Кто? Шампетель. Который что? Рассказать, кто такой Петр Егоров, должен фильм. Сейчас его снимает творческая группа режиссера Анны Драницыной. Картина будет художественно-документальной. В Ядринском районе команда снимала биографический эпизод. Голод в Поволжье. По Ядринскому уезду проезжает состоятельный князь Додиане и замечает голодного мальчика. Мальчик, умирающий, да, из умирающей деревни, оказался на дороге. И именно в этот час, в эту секунду, да, так сошли звезды, что проезжал князь Додиане, который еще его подобрал и взял в Петербург. Дал ему шикарное образование, вырастил. Представляете, сколько должно было вообще с течения обстоятельств произойти. И он стал известным архитектором. В 30-е годы прошлого века храм Рождества Христова на песках взорвали. Долгое время на том месте был пустырь. А сейчас по сохранившимся планам и фотографиям его воссоздают. Работу планируют закончить в начале следующего года. 4 января будет освящен храм целиком, а 7-го – первая рождественская литургия. Премьера фильма о Петре Егорове тоже намечена на следующий год. Ну а пока депутаты Государственного Совета предложили ряд идей, чтобы о знаменитом земляке помнили на родине. Сегодня у нас на встрече с творческой съемочной группой прозвучали такие предложения, как отремонтировать сквер имени Петра Егорова, назвать, возможно, одну из новых улиц в городе Чебоксары. Еще одно предложение посвятить 2021 год в Чувашии, архитектуре и знаменитом Зодчем. Если вы педагог или только собираетесь им стать, то следующий репортаж для вас. В Чебоксарах заложили фундамент первого дома по проекту «Дом для учителя». В церемонии заливают первый куб бетона и по традиции кидают монетки в фундамент будущего дома учителя. Его возводят по региональному проекту, цель которого – сделать жилье для педагогов доступнее. Квартиры для них здесь будут на 20% дешевле, чем в среднем на рынке. На сегодняшний день первая позиция – это у нас 78-квартирный дом. На сегодняшний день 30 квартир у нас забронировали педагоги. Мы вообще не ограничиваем по количественному составу квартир. Но вот пока 30 у нас сейчас есть. Раньше на этом месте был детский сад. В 90-е годы его закрыли. Долгое время здание бывшего садика арендовал филиал одного из вузов. Затем оно просто пустовало. В Минюсте Чувашии просчитали выгоду от разных вариантов и решили не включать земельный участок с объектами в ежегодный план приватизации. А пойти другим путем. Мы включили объекты недвижимости и земельный участок под ними в уставный капитал ипотечной корпорации. Для того, чтобы они уже в установленном порядке нам построили дом. На первом этаже которого будет в рамках нацпроекта образование «Ясельная группа». С учетом того, часть квартир по проекту «Жилье для педагогов». Это отдельная программа. Решение передать этот земельный участок в уставный капитал ипотечной корпорации и таким образом получить социальный эффект от реализации поддержали и депутаты Государственного совета республики. Член постоянного комитета госсовета по социальной политике и национальным вопросам и по совместительству ректор Чувашского государственного педуниверситета Владимир Иванов отметил, что это хорошая поддержка для педагогов. Данный проект мы обсуждали на комитете по социальным вопросам. Во-первых, чуть дешевле квартиры, а еще с садиком в благоустроенном хорошем районе. Конечно, это привлекательно для нас. Преподаватели ЧГПУ имени Яковлева первые квартиры по сниженной стоимости уже забронировали. Сдать дом планируют в начале 2021 года. Бюджет Чувашии увеличится на 830 миллионов рублей. А жители, которые имеют долги за коммунальные услуги, лишатся возможности компенсировать расходы на капитальный ремонт. Такие решения приняли депутаты Государственного совета. Они первый раз собрались на сессию после летних каникул. В республику дополнительно пришли 202 миллиона рублей с федеральной казны. Собственные доходы выросли на 628 миллионов. В итоге, в целом, бюджет Чувашии на 2019 год увеличился на 830 миллионов рублей. Основная часть этих денег пойдет в сферу образования, здравоохранения, физкультуру и спорт. Основные средства 382 миллиона рублей направляются на строительство садиков. Всего в текущем году выделено средства на строительство садиков в общей сумме 1 миллиард 822 миллиона рублей. Большинством голосов изменения в бюджет приняты. Поддержали депутаты новую форму господдержки молодых предприятий, обрабатывающей промышленности. Они получат право на инвестиционный налоговый вычет. Вот предприятие три года, ну, вложило инвестиции, три года отработало. И у нее, ну, скажем, ну, выходит прибыль. От прибыли оно должно платить налог. Часть уходит в федеральный бюджет, часть республиканский. И вот то, что уходит в республиканский бюджет, 50% будет возвращаться этому предприятию. Еще из повестки дня. Прожиточный минимум пенсионеров на следующий год остается на уровне 2019-го. А жители республики, которые имеют долги за коммунальные услуги, с 1 января 2021 года потеряют право на компенсацию затрат на капитальный ремонт. Это была программа «Законодатели». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин